всем привет мы уже на прогулке у нас 11 часов да синоличка пришли в больницу рано вышли маркушка заходить не захотел захотел пройтись так мы пошли на елочку возле больницы елка стоит так мы решили прогуляться пока у нас время есть еще полчаса горки фигурки ледяные вот больница сразу красиво елку наряжали игрушками самодельными дети делали поделки наряжали вот такими вот игрушками так что мы в общем сейчас пойдем больницу к педиатру пусть посмотрит нас потому что сопельки так и не проходят нет маркуш снежку мы не будем валяться разбудешь весь мокрый вставай зайка ставай сделали фигурки ледяные но мне больше со снега нравится со снега их разыкрашивают в краски разноцветные а эти вот стоят куски льда хоть и фигурки сделали крокодил гена разное начать как-то не очень трон там типа бассейн сделали горки со льда вот такая вот у нас площадь так зайчонок куда пошел там уже машины ездят там уже дорога нельзя давай ручку быстро быстро ручку давай все пошли обратно пойдем за чушь всем привет что думаю покажусь вам а нас вообще сегодня день насыщенный мне кушать надо готовить и первое второе и сейчас в больницу мы идем на 11 40 и потом еще придем домой я постараюсь бобыстому борщ сварить надо еще магазин зайти томатную пасту купить и еще в 5 часов нам крачу одному надо сходить так что у нас сегодня день очень загруженный будет я пока дошла очень устала на улице холодно такой ветерок дует найти прямо обжигает ледяной домой уже час дня какая врача побыли тут врачу кто-то позвонил он долго так разговаривал я марка на руки взяла потому что он с кабинета выбегает пока его держал обницу масса тем можно устала так пока дошли пока в магните зашли продуктов купили в общем уже час идем домой первым делом надо покушать сесть потому что утром вообще толком не поели и вообще ничего не ела а маркуша пару ложек каши съела все вот надо сейчас поскорее прийти домой покормить маркуш поставить варить бульон на борщ в общем у меня очень много дел и то нам на 5 часов надо было к врачу а теперь нам прежде чем идти к этому к врачу надо сходить к другому врачу тут врач работает с часу дочь до 5 сегодня по больницам я не знаю когда я успею кушать приготовить наверное только борщ сегодня приготовлю а завтра приготовлю второе и хочу наделать блинов с мясом с грибами сыром и с творожком завтра буду наверно уже готовить сегодня я не успею но я уже устала набегалась маркуш такой тяжелый в общем вот такие дела пришли уже домой маркушу кармлю включила ему планшетик чтобы поел не хочет кушать давайте покажу что купила хлеб сыр вот этот вкусный сырок если у вас есть в магазинах попробуйте грибочки шампиньоны купила творожную массу купила лук морковка томатная паста мандаринки купила фарш мироторговский домашний свинина говядина здесь пол килограмма как раз с грибочками на этот ой на блинчики завтра обжарю сделаю и сметанку тоже блинам купила чтобы уже магазин завтра не идти хочу блинов сделать наварила уже девчонки борща такой кусок огромный косточки говядина с кислой капусты борщик сварила огромную кастрюлю думаю муж с аппетитом съест сам заказал борщ поэтому думаю съесть сейчас скушаю этот мандаринку идем с маркушками в больницу уже подустала уже практически подходим уже 10 минут пятого нам вот надо до 5 часов попасть на прием к врачу одному там по очереди хоть бы не было людей чтобы мы по-быстрому так успели на 5 часов у нас талончик и другого врачу день сегодня вообще у меня очень насыщенный бегаешь сюда 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 на улице хоть сейчас немножко теплей ветра нет такого прям сильно днем был вот мы за 10 минут даже вот сейчас пока еще добьем минут 5 в общем за 15 минут дошли до в больницы идем с маркуши уже домой сходили по врачам вообще устала так ужас он на месте не сидит бегает постоянно поэтому устала да ты тут не спи мне сейчас пойдем борщ будем кушать проголодался уж ой такая луна большая прям оранжевая оранжевая на камеру не видно вот кстати вчера ночью было затмение луны я не не видела в интернете смотрела что было затмение зашли только что магнит купили масло сливочное и масло ой какое же подсолнечное и готов корм купила еще деньги как вода ничего не берешь раз зашел два зашел в общем будем сейчас дома кушать и отдыхать ну что всем доброе солнечное утро всем хорошего настроения у нас утро следующего дня продолжая влог что что вам рассказать мы еще не завтракали хотя на часах уже пол одиннадцатого маркушка так немножко аппетит перебил молочка попил сам открывает холодильник достает молоко говорю так 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 говорю не пей холодное подогрела ему молочко он молочко чуть попил и все вчера вечером домой пришло восемь часов шли домой с магнита тут юлю соседку встретила и в общем зашла к ней на чай и просидела у нее два часа восемь часов только домой пришла сидели так болтались что давно мы не не чаёвничали потом муж пришел болтали с родителями по скайпу поужинали и в общем отдыхали спать улеглись у сегодня муж на работу поехал завтра возьмет выходной поедем в город по делам болтун болтун привет всем скажи марк мы еще немножко сопливим да мы сопливим еще я вот люблю так утром солнышко светит классно ну в общем сегодня какие планы как я вчера говорила буду делать блины а это на целый день так что сейчас беру вас с собой на кухню и пойдем готовить вкусные блинчики я обожаю блины это наверно мое самое любимое блюдо но вот готовить его я не очень люблю потому что занимает очень много времени я вообще устаю возле плиты стоять но я думаю любая хозяйка которая готовит блины устает с этими блинами но кушать я их очень люблю и это наверно самое 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 любимое мое блюдо блинчики так что пойдем готовить сейчас вот знаете мы сможем всегда удивляемся вот в этом доме чистят дорогу вот прям смотрите до асфальта прям почистили вот здесь постоянно чистят в этом доме у нас в доме никогда не то что никогда редко редко чистят дороги вот здесь вот парковка вообще уже замелась вся короче такое ощущение что там другая управляющая компания и постоянно чистит постоянно постоянно чистит там даже летом вот клумбы делают привозили клумбы сделали а у нас какой-то дом блин домофон не работает в подъезде срач постоянно уборщица какая-то странная вот перед домом вот но нету кучи да все чистенько там тоже вот перед подъездом возлю возле клумб нету кучи снега у нас уборщица какая-то странная набросает перед подъездом кучи получается вот клумбы у нас тоже только у нас не клумбы а бетонные штуки такие стоят стоп машина не стоит она набросает вот здесь кучи и получается одна тоненькая тропинка и бывает кто-то поставит машину что-то с санками либо с коляской там вообще не пройдешь какая-то она в общем странно здесь вот тоже за домом есть запасные подъезды и вот когда идешь по над домом проходишь через этот напротив этого подъезда и там просто огромная куча люди паркуются вечером там после работ сумками с продуктами идут и там вообще нереально пройти в общем какая-то у нас уборчица странная и подъезд у нас странный вернее не подъезд а дом домофоны не работают ничего не чистят в общем как-то так ладно уже наболтала на 4 минуты все пойдемте на кухню будем готовить блинчики я уже на кухне буду приступать к приготовлению сначала займусь начинкой блинчики буду делать с творожной массой с изюмчиком фарш у меня будет свиноговяжий мироторговский пол килограмма вчера взяла грибочки вешенки лучок и морковку первым делом я помою сейчас грибочки нарежу их меленько и отправлю обжариваться и потом добавлю лучок и морковку и потом уже добавлю фарш бочки у меня уже немножко протужились добавила лучок и морковочку сейчас все перемешаю буквально 5 минут протушу и буду добавлять фарш займусь тестом для блинов беру 5 яиц они у меня маленькие тесто буду делать очень много чтобы уже знаете так наделать блинов чтоб прям наесться в общем беру 5 яиц соль пару щепоток и сахара пару щепоток взбиваю теперь яйца яйца я взбила тесто хочу попробовать по новому рецепту заварной называется на кипятке добавляю просеянную муку наверно примерно уйдет три стакана я думаю я всегда девочки делаю на глаз поэтому по рецептам я как-то не ориентируюсь я делаю всегда на глаз просеиваем муку хорошо нас должно сейчас получится густое тесто а потом мы будем добавлять кипяток и тесто должно получиться как густая сметана и потом добавим молочко еще так я думаю пока пока достаточно буду сейчас с яйцами все перемешивать и потом добавлять кипяток вот такое вот тесто получается видите теперь добавляем кипяток у меня пол литра кипятка но я буду пока добавлять постепенно и в общем будем сейчас все это размешивать добавила девчонки еще два вот таких вот сито муки пол литра здесь у меня кипятка видите прям густое густое сейчас я добавлю пару столовых ложек масла подсолнечного так как у меня тесто много будет поэтому добавлю две и добавлю хорошую щепоточку соды и буду сейчас добавлять молочко обычное холодное молоко прям с под пачки и добавлять до тех пор пока не получится консистенция теста как для блинчиком нам нужно это слишком густая в общем будем вводить молоко ну вот и все тесто готово посмотрим какие блинчики у нас получатся это мне вот мама посоветовала приготовить заварное тесто я так в интернете посмотрела быстро рецепт потому что не смогла маме дозвониться в интернете посмотрела и так знаете на глаз все все сделала и мне очень понравилось что нет комков муки как делаешь иногда знаете получается так что в обычном тесте комочки муки прям плавают сверху никак они не растворяются здесь вот смотрите как хорошо давайте пробовать получится ли у нас с первого раза или все-таки будет блин комом как говорят ну вот он первый никомом с отлично получился отлично перевернулся в общем начинаю жарить у меня уже готова начинка творожок в холодильнике в общем буду жарить печь вернее блины и потом посмотрим что у меня получилось смотрите какие получаются ажурные в дырочку накладываем фар с грибами посыпаю сверху вот так сырочка и сворачиваю общем как обычный блинчик смотрите какой красавец сейчас переверну мне свекровь посылки присылала вот такую лопаточку спасибо ей большое такая лопатка офигенская просто смотрите раз чуть-чуть неудобно одной рукой ну в общем она хорошо это лопаточка поддевает блины вообще просто отличная вот такая вот силикона а девчонки удобно и кстати еще ни разу не пользовалась в этот раз мне она очень понравилась в блинчики переворачивать просто супер ну в общем я уже чайник поставила буду сейчас кушать потому что я сегодня вообще ничего не ела уже пол первого вот пол первого я начала делать блины так что в общем кто сейчас будет чайовничать кушать всем приятного аппетита а маркушу кормлю кстати борщом и с творожком вот такие вот тоже блинчики вот это не творог это творожная масса с изюмом сладенькая мы уже блинчики пробуем да сын улечка меня вон уже с мясом стоят ой вкусно все развалил взял блинчик с мясом развалил все ой девчонки наконец-то доделала все дела приготовила уже давным-давно блинчики вот кастрюлька у меня с мясом и с грибами и с творожком и два вон пустых получилось я еще тесто разводила потому что тесто заканчивается начинки еще много я один съела с творогом и с маркушкой несколько штучек мы съели с мясом и с грибами пять часов вечера вышло только с душа маркушкой искупались пришел ко мне залез давай ладно уже покупаем все вместе утром не стала мыть волосы потому что думаю готовить блинчики возле плиты сто раз ужаришься волосы провоняются думаю за на завтра мне нужна чистая голова поэтому я решила уже вечером после всех дел помыть волосы сделала себе масочку вот не знаю что делать с синяками кто знает хороший метод пишите либо может средство какое-то потому что это ужас какой-то творится достали книжки сейчас будем вон заниматься по книжкам на завтра кстати поедем маркушки новых парочку купим чтобы было интересно сделала уже все дела как я уже говорила приготовила блинчики вы помыла холодильник так знаете тряпочкой протерла влажная свяжила чтоб чистенько все было полы помыла по заметала что еще аптечку перебрала навела в аптечке порядок по выбрасывала кое-какие таблетки потому что уже срок годности истек в общем но такие вот делишки уже все на сегодня дела закончились мы отдыхаем уже с маркушка вот искупались будем заниматься по книжкам ждать папу с работы и наконец-то у меня два дня прошло без стирки девочки мне уже это стирка вот так вот сидит по горло блин каждый день каждый день стирка наконец-то нет сушилки я убрала два дня у меня нет стирки завтра тоже не будет стирки для меня это праздник а то каждый день стирка столько вещей собирается в общем вот такие вот дела ну что я наверное буду уже на сегодня заканчивать влог всем спасибо за просмотр спасибо что были со мной ну что всем удачи и всем пока пока удачи